Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Дмитрий Павлов. Здравствуйте! В Самаре продлили время работы общественного транспорта. Это связано с проведением в городе юбилейной всероссийской студвесны. Период проведения фестиваля работы всего общественного транспорта, включая метрополитен, продлевается до одного часа ночи. В таком режиме городской пассажирский транспорт начнет функционировать в ночь с 18 на 19 мая и закончит в ночь с 23 на 24 мая, сообщили городские власти. В Самаре с 18 по 23 мая планируют ограничить движение сразу на нескольких улицах. Это связано с проведением фестиваля «Российская студенческая весна». В день открытия студвесны движение перекроют на улице Дальний, на участке от Московского шоссе до улицы Арена-2018, по проездам по номерам 6, 9, 12, а также по улице Первой стадиона. Там нельзя будет проехать с 6 утра до 11 вечера. Совсем немного времени остается до старта всероссийской юбилейной студвесны. Участники проводят финальные репетиции. Все они в предвкушении масштабного и яркого события. Самарцы не исключение. На репетиции студенческого танцевального коллектива побывал наш корреспондент Никита Галочкин и выяснил, какая связь между хореографией и высокими каблуками. Елизавета Александрийская уверенно держится на высоких каблуках. Но это не элемент стиля и не средство привлечения внимания. Это незаменимый атрибут танца Frame Up Strip. Девушка только 4 месяца занимается этим направлением, но уже представляет Самарскую область на всероссийской юбилейной студвесне в составе вузовского коллектива «Экспресс». Сначала мы не поверили, потому что после гала-концерта была тишина. Область тишина, регионалка тишина. В какой-то момент нам говорят, что мы на РСВ. Шок, какой-то страх. Но потом это все перемешалось и вылилось в восторг и предвкушение. Достаточно интересный и женственный вид танца. Хотя многие его сексуализируют, хотя на такой обувь можно показать чувство и красоту. В этом танцевальном номере большинство элементов выполняются в партере, то есть на полу. Есть даже гимнастические элементы. Смотрится эффектно. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девушки говорят, танцевальные элементы фраймап-стрипа выполнять непросто. Требуется определенная физическая подготовка. Репетируют много и упорно. Но это не отнимает праздничного настроения в предвкушении студвесны. Очень много именно физической нагрузки, физического напряжения на все группы мышц. И, наверное, очень много кропотливой работы, которой нужно прям часами оттачивать мелкие движения. При этом есть ощущение праздника, который сейчас во всем городе. И я уже предвкушаю, как будут приезжать студенты, наши ровесники. Тоже все яркие, творческие, заряженные. Мария Харахонова признается, еще во время учебы хотела поучаствовать во всероссийской студвесне. И теперь ее мечта сбылась уже в качестве руководителя танцевального коллектива «Экспресс». Их номер прошел отбор сразу после вузовского этапа. Я думаю, в этом году мы сделали работу, которая была более музыкальной, более разработана композиционно. Получилось передать основную мысль. Всегда хотелось пройти на самый высокий этап. И, наконец-то, это произошло. И это такое прекрасное чувство. Все участницы коллектива «Экспресс» – студентки Самарского университета. По их словам, находят время и на творчество, и на учебу. Выступление девушек на студвесне состоится 20 мая. А пока они продолжают усердно готовиться. Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ В регионе подтвердили еще 75 случаев заболевания коронавирусом. Из них 40 человек госпитализировали. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 383 182 случаев COVID-19. Из них 374 048 человек выздоровели. Выросло число и тех, кто так и не смог справиться с болезнью. Жертвами ковида стали 7846 наших земляков. В том числе четверо только за последние сутки. Жители 45-го дома по улице Краснодонской уже почти две недели не могут добиться устранения коммунальной аварии. В подвале прорвало трубу водоснабжения. А службы просто перекладывают ответственность друг на друга. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». В подъезде осыпается штукатурка, а в подвале постоянная сырость. Вода сочится даже после так называемого ремонта, жалуются жители. Говорят, прорыв случился в начале мая. Люди сразу обратились к коммунальщикам. Правда, ситуация от этого не сильно изменилась. Все время возникают какие-то проблемы. В частности, вот последний раз, это был 5 мая, прорвало трубу в подвале дома. Вода хлестала очень сильно. Дом двухэтажный, весь трещит по швам, поэтому мы забеспокоились. Все жильцы живут в основном пенсионеры. Помогать им особо некому. В итоге управляющая компания пришла, замотала трубу тряпкой. Вот две недели прошло, заявку никуда не подали. И воз и ныне там. А дом старый, все мокро, полы вздуваются у людей. Движения никакого нет. Вот как крайние меры решили обратиться к вам. Здесь беспрестанные какие-то ситуации происходят. Управляющая компания абсолютно ничего не делает. Дом не ремонтировался, наверное, с 70-х годов капитальный. Ни трубы, ни потолок там чуть не рушится на втором этаже. По словам жильцов, текущего ремонта в доме не было уже несколько десятков лет. Чего уж говорить про капитальный. При этом в доме живет ветеран войны. Люди жалуются. Службы просто перекладывают ответственность друг на друга. Труба прорвалась, да, уже несколько раз она прорывалась. Все обещают сварку сделать. Сварщик, я не знаю, почему не приходит. Поставили первый раз хомут очень узкий. Он отлетел. Сейчас хомут пошире поставили. Но все равно вода льется. Полы все гнилые. Трубы, батареи все льются. Также вызываем холодные в комнате. Холод. Коридор уже несколько раз писали, чтобы нам отремонтировали. Мы живем очень плохо. Но зато платим большие суммы. За, как говорится, капремонт, за отопление и тому подобное. Люди уже устали жить в таких условиях и просят коммунальщиков серьезнее отнестись к своим обязанностям и помочь в решении проблемы. Ексир Алексеев, Олег Галочкин, СТВ. Туристический поток в Самарскую область увеличился на 91%. В первом квартале этого года поток туристов на территории региона составил 529 тысяч человек. За аналогичный период 2021 года в Самарской области отдохнули 277 тысяч туристов. Их траты за период с января по март этого года составили почти 3 миллиарда рублей. Это на 78% больше, чем в первом квартале 2021 года. При этом стоит отметить большинство приезжающих туристов – мужчин, около 60% от всего потока. По мнению экспертов, потенциал Самарской области уникален. Это не только живописная природа, памятники архитектуры и большое количество развлечений, но и развитая туристическая инфраструктура. Суд над женщиной, избившей знакомую на почве ревности. ДТП с пострадавшим на трассе «Серби» с Чекалина «Большая Чесноковка». Задержание тольяттинского полицейского за взятку. Подробнее об этом в обзоре происшествий. В Самарской области будут судить жительницу села Савруха. По версии следователей, 23 марта 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через незапертую входную дверь незаконно проникла в квартиру своей знакомой, чтобы выяснить отношения, так как приревновала ее к своему бывшему супругу. Между женщинами возникла ссора, во время которой обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ударов руками и ногами, а также предметами, которые находились в квартире. При этом она угрожала расправой. Теперь нападавшей придется ответить за неприкосновенность жилища и угрозу убийства. В результате столкновения большегруза и легковушки серьезно пострадал один человек. ДТП произошло на трассе «Сергиевск» в Чекалина «Большая Чесноковка». На перекрестке неравнозначных дорог водитель «семерки» не уступил дорогу фури, которая имела преимущество в движении. В результате аварии серьезно пострадала 66-летняя женщина. Она находилась на пассажирском сидении легковушки. Ее госпитализировали. Тольяттинского полицейского подозревают в получении взятки. По версии следствия, 24 марта 2022 года он, находясь в салоне автомобиля, припаркованном возле отдела полиции, получил денежные средства в размере 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непривлечение гражданина к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование продолжается. «Крылья Советов» готовится к матчу с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 21 мая, на стадионе «Металлург». К предстоящей встрече там уложили новое поле. Субботний матч станет продолжением празднования 80-летия клуба. Среди почетных гостей футболист «Крыльев» Антон Бобер. Он рекордсмен по количеству сыгранных за клуб матчей. В составе нашей команды он провел 310 матчей и 309 из них прошли на «Металлурге». Для него это родной стадион. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru Смотрите наши новости в телеграм-канале. На наших экранах QR-код. Сканируйте его камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.